Следующая неделя прошла тихо, а в понедельник события полились водопадом. Утром мафи с такой скоростью понеслась во двор на прогулку, что толкнула черри. Пуделиха испугалась, напрудила на ковре лужу, потом решила, что маловато будет, и украсила море башней, сами догадайтесь, из какого материала. Дегтярев не заметил конструкцию, наступил на нее, а потом прошелся по всему первому этажу. Нина, Марина и я бросились убирать безобразие, попытались отмыть ковер, потом решили отдать его в химчистку. Полы протерли, выдохнули, и тут раздался грохот, виск мопса-хуча и громкий возглас ворона Гектора. «Все пропало!» Наша троица дружно ринулась в зону кухни и увидела на полу шкафчик с посудой, которую мы используем каждый день. Нина схватилась ладонями за щеки. Ужас! Крепления у него оторвались! Все внутри разбилось! Я решила успокоить домработницу, а заодно и няню маленькой Дунечки. Тарелки и чашки очень старые. Я купила их для временного использования много лет назад, когда только приехала в Ложкино. Посуда пожелтела, кое-где треснула. Вставила свое замечание Марина. Часть предметов куда-то делась. Давно пора новую купить. До руки не доходили, продолжила я. И полка древняя. И вот уж удача! Дверцы не открылись, содержимое не высыпалось, убирать нечего. Возьмем шкафчик, унесем его на помойку и все! Это сделаем мы с Сашей, сказал Феликс. Я посмотрела на Марину. Та сразу поняла, какие мысли бродят в моей голове. Поэтому заявила. Негоже мужчинам заниматься хозяйством. И тут появился Дегтярев. Он вскинул брови. Ну и ну! Свалился. Саша, бери антиквариат слева, а я справа, скомандовал Феликс. Раз-два, понесли! Полковник и мой муж двинулись в сторону коридора, который вел к входной двери. Ой-ой, что сейчас будет? Прошептала Нина. Может, обойдется? Оптимистично предположила Марина. Раздался грохот, звон, лай Афины, вой Черри и крик Гектора. Урранили! Мы схватили веники, совки, тряпки, помчались в холл и увидели открытую входную дверь Феликса, стоявшего с виноватым видом, полковника, идущего к гаражу и разбросанные повсюду осколки. «Милый, ты куда?» – закричала Марина. «Работы по горло!» – ответил полковник, ускоряя шаг. «Вам помочь?» – осведомился Маневин. «Да, унеси пустой шкафчик на помойку», – попросила я. Муж взял останки кухонной мебели и двинулся во двор, где стоит большой бак на колесах. Мафи и Афина побежали за ним. Мы стали заметать обломки. И тут Хуч заплакал. Наша компания бросила веники и сгрудилась вокруг мопса. «Милый, что случилось?» – спросила я. Хучик сел и поднял правую лапку. «Ой-ой, там рано! Он порезался!» – запричитала Нина. «Кровь бежит!» Я схватила телефон, но позвонить в ветеринарную клинику Манюни не успела. Со двора в холл ворвалась Афина. Она залаяла, уцепила меня за край кофты и потянула на улицу. Держа Хуча на руках, я пошла к гаражу и остолбенела. У бака лежали Маневин и Мафи, а на земле валялись разнокалиберные деревяшки. «Что-что-что?» – занервничала Нина. «Как-как-как?» «Просто я упал!» – закряхтел Маневин. «Мафи помогите! Я уронил ей на хвост шкаф!» «Спокойно!» – скомандовала Марина. «Феликс, вставай!» «Не получается!» – ответил мой супруг. «Ноге что-то мешает!» «Ой!» – зашептала Нина. «У него из щиколотки торчит что-то жуткое! К врачу надо!» «Спокойно!» – повторила Марина. «Даша берет мужа и едет в медцентр. Я везу собак в клинику Маши, а Нина занимается уборкой». Я посадила Хуча на дорожку и попыталась поднять супруга, но потерпела неудачу. «Сейчас я тебе помогу!» – пообещала Марина. «И я, и я!» – засуетилась Нина. «Спокойно!» – опять воззвала к нам Марина. «Феликс, я потяну тебя за правую руку, Даша – за левую. Нина пихнет в спину. Твоя задача – встать на здоровую ногу». «Да я сам поднимусь!» – возразил Маневин. «Просто дайте мне обо что-то опереться, и все!» «Из нас ты не справишься!» – отрезала блогерша. «Не спорь!» Феликс вытянул руки. «Все поняли задачу?» – осведомилась Марина. «На раз, два, три мы с Дашенцией поднимаем Фелю. Нина толкает его сзади, ясно?» «Да!» – ответили мы с домработницей. «Раз, два!» – закричала жена Дегтярева. «Три!» Я вцепилась в руку мужа и дернула его на себя. Маневин поднялся, пошатнулся и с воплем «Спасайтесь!» – упал на нас с Маришей. Мы все свалились в недавно зазеленевшую траву. Стало тихо. Потом я услышала вой хуча. «Милый, что с тобой?» – испугалась я за собаку. «Сначала я встал нормально», – ответил вместо мопса Маневин. «Потом кто-то как пнет меня сзади. Я не удержался на одной ноге. Понял, сейчас плюхнусь на вас и предупредил, чтобы вы убегали. Но все так быстро произошло. Я в полном порядке. Только на спине почему-то мешок лежит, поэтому встать не могу». «Сейчас слезу!» – прокряхтела Нина. «Марина велела вас пихнуть сзади. Я так и сделала. Вы упали, а я на вас». «А-а-а-а!» – пробормотал Маневин и спокойно поднялся. «Ты стоишь!» – восхитилась я, тоже принимая вертикальное положение. «Когда я рухнул, в ноге что-то щелкнуло, и она больше не болит», – обрадовался профессор. «Ухуча маленькая царапинка», – доложила Марина, рассматривая лапку собаки. «А мафия куда-то удрала». «Все живы!» – подвел итог Маневин. Потом посмотрел на останки мебели, кроме шкафчика. «Сейчас подберу деревяшки и брошу в...» «Нет!» – хором закричали мы. «Нет!» «А что у Феликса из ноги торчало?» – дрожащим голосом осведомилась Нина. «Это ужасно выглядело!» Я наклонилась и вытащила из ботинка мужа ручку от шкафа. «У страха глаза велики!» – хмыкнула Марина. «Где Дарья?» – закричал Дегтярев, появляясь на дорожке, ведущей к маленькому дому. «Она здесь!» – ответила Нина. «Пусть прекратит бездельничать и быстро рулит в офис!» – приказал полковник. «К нам едет клиент!» Марина засмеялась. «Учитывая, как развивалось утро, ты увидишь сумасшедшего мужика, который прискачет на швабре!» «Ой!» – «Что?» – попятилась Нина. «Дизайнер!» – подпрыгнула наша невеста. «Я должна через пятнадцать минут сидеть у него!» «Дизайнер?» – повторил Маневин, глядя вслед убегающей Марине. «Марина заказала ему рекламу для свадьбы», – объяснила я. «Дарья где?» – заголосил Дегтярев. «Дарья gibi!»» – перек goat.